всем привет добро пожаловать на мой канал здесь мы обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей если вы впервые на моем канале сразу рекомендую подписаться на него если вам интересны обзоры на уход за кожей за лицом за телом об аптечной косметики узнать больше поэтому всех жду также в своих других соцсетях запрещенной сети instagram и telegram там еще больше информации и обзоров тема сегодняшнего выпуска обзор целых пяти видов сывороток бренда виши они в одинаковых флаконах и попали мне такой единой линейкой хотя на самом деле принадлежат к разным гаммам сразу обозначу что это никаким образом не рекламное видео в которых меня часто пытаются обвинить комментариях просто я собрала все пять вместе если я сейчас о них не сниму видео это просто я их не смогу собрать потом одновременно так что давайте посмотрим расскажу про каждую расскажу про свой опыт использования так что не переключайтесь так как у нас здесь целых пять абсолютно разных с разным направлением сывороток для лица стоит обозначить важный нюанс кто не следит за моими другими соцсетями что очень зря подписывайтесь обязательно все ссылочки в описании я их тестировала во-первых на протяжении шести месяцев не все вместе а каждую по отдельности очень редко комбинируя с чем-то в разные нанесения то есть их пять штук но я их сейчас не использую все вместе не использовал никогда все одновременно их не нужно использовать одновременно у меня на этот обзор на все вообще посты и прочие вообще обзоры на эти сыворотки ушло шесть месяцев поэтому это заслуживает однозначно вашего лайка и давайте начнем по порядку первое с чего бы я хотела начать я думаю что со своего самого большого фаворита это вся уже просто затертая до дырбанка она пустая я храню ее исключительно для этого видео и в целом для обзоров этой такой пятерки сывороток это сыворотка с витамином c и она действительно одна из самых моих любимых в этой линейке будем называть это линейкой сывороток хотя с точки зрения до такого наименования это совершенно не так в этой пятерке это самая любимая моя сыворотка и вообще из всех продуктов с витамином c для лица которые я пробовала на данный момент это самый мой любимый продукт сейчас я расскажу почему во первых здесь 15 процентов аскорбиновой кислоты то есть одна из самых активных форм витамина c да они самые стабильные поэтому этой сыворотки после вскрытия всего есть два месяца чтобы вы и вы ее закончили но а в отличие от любого другого флакона точно такого же по объему 30 миллилитров здесь у нас залито сыворотки изначально 20 миллилитров поэтому пожалуйста обращайте на это внимание не думайте что вам залили меньше или какой-то брак или кто-то пользовался нет флакон на 30 миллилитров залито 20 миллилитров чтобы за два месяца вы смогли ее абсолютно спокойно использовать у меня дано вот вся немного с остатками окисленного витамина c потому что я закончил ее очень очень давно еще летом вот повторюсь храню пустую банку и обязательно приобрету ее повторно помимо витамина c до такого мощного антиоксиданта и который выравнивает тон лица и придает сияние в принципе я от витамина c получаемый эффект этой здоровой сияющей кожи я очень люблю утром наносить витамин c делаю это ну вот последний год достаточно часто если у меня нет какого-то обостренного состояния там сразаться или чем-то еще под санскрин каждое утро просто идеально в целом витамин c также конечно и оказывает антивозрастное действие стимулирует синтез коллагена но мне это уже менее интересно в нем кроме того как сияние кожи также здесь витамин е и пикногенол это все тоже антиоксиданты в общем такая смесь антиоксидантная против окислительного стресса против преждевременного старения для защиты клеток кожи в общем здесь мне еще нравится то что это водянистая текстура абсолютно быстро впитывается подойдет совершенно точно любому типу кожи то есть задумываться что вам не понравится здесь текстура или что-то еще очень маловероятно наносите пару капель все просто впитывается моментально наносите крем солнцезащитный если используете утром и можно отправляться по своим делам поэтому вот это однозначно мой фаворит лифт актив супрем витамин c сыворотка стоит отметить что это некоторая реновация в гамме лифт актив была ранее сыворотка маленьком тоже таком флакончике концентрат также с витамином c но его так сказать немножко усовершенствовали и изменили упаковку кстати об упаковке у этих сывороток изначально вот этот вот клапан эта пипетка с крышкой идет отдельно то есть вы получаете коробочку со своим продуктом здесь обычная такая плоская крышка будет и при вскрытии при первом вскрытии когда начнется отсчет уже вот этого срока после вскрытия вы надеваете вот эту пипетку и уже далее пока собственно баночка не станет пустая вывод в таком формате используйте мне нравится что здесь не нужно доставать каждый раз пипетку то есть минимальный контакт с продуктом со средой да с воздухом особенно важно для витамина c поэтому потрясающе совершенно продумано на мой взгляд удобно здесь капельница то есть вы вот так переворачиваете и нажимаете на вот этот дозатор и получаете несколько капель я хранила этот витамин c двери холодильника просто потому что утром приятно было наносить такие прохладные текстуры в целом это не обязательно но так могу сказать по опыту что он так дольше не темнеет то есть у меня улетел этот флакон за полтора месяца и он даже не успел начать менять свой оттенок до кирпичного оттенка поэтому я очень быстро это сыворотка вообще ушла и абсолютно спокойно продержалась в своем стабильном состоянии поэтому здесь беспокоиться не стоит далее сыворотка которую мы рассмотрим это зелененькая сыворотка нормодерм пробио bhl серум это сыворотка собственно с кислотами для проблемной кожи для кожи с окна в том числе это продукт который тоже длительно тестировала совершенно отдельная и в числе по моим первых если не самую первую которую я открыла здесь еще есть продукты я его убрала из своего ухода после тестирования после получения результата и собственно отдала ее макс потому что на ему больше подходит и в целом его она абсолютно устраивает что могу здесь сказать ну наверное пройдемся кратко по активным ингредиентам здесь у нас фракция пробиотика что всегда здорово как для проблемной кожи так и там для кожи с атопическим дерматитом и розация для поддержания микробиома кожи и защитных функций также здесь один процент салициловой кислоты и 4 процента гликолевой кислоты собственно еще здесь есть такой нюанс что здесь есть немного ментола и после нанесения она оставляет такое немного освежающие чувство но ментола очень мало и нету вот этого ощущения кого-то раздражающего эффекта поэтому здесь как бы не пугаемся есть у нее такой характерный запах в общем-то и связанные с наличием фракции прибиотика в минерал 89 с прибиотиком тоже есть этот характерный такой аромат в общем-то в целом сыворотка по своим каким-то косметическим свойствам достаточно приятная у нее более увлажняющая текстура чем у витамина c например но в целом хорошо переносится даже моей кожей вообще хотела бы сказать что все эти пять сывороток несмотря на свои активные ингредиенты некоторые даже достаточно высоких концентрациях будут такими бережными кожи то есть у меня очень чувствительная кожа я каждую пробовал на себе и даже вот это с кислотами она совершенно не кажется мне какой-то ядрёный нужно понимать что к тому же витамину c или кислотам у меня есть адаптация то есть я не новичок этих компонентах поэтому как будет на новичке это все ощущаться это такой индивидуальный вопрос по поводу на модель сыворотки лично для себя я не отношу ее большим фаворитом потому что мне кажется что она больше для поддержания эффекта хоть и заявлено что она будет устранять все-таки воспалительные элементы и так далее я как человек который обожает и видит моментальный такой идеальный эффект от сыворотки ли рожь позе и факлар все-таки я и писала по сравнению что это намного более мягкая и если вы привыкли ваша кожа адаптирована более такой мощной версии да к сыворотке факлар то эта сыворотка вам покор покажется очень деликатный и в какой-то степени не рабочий да как может так ощущаться по обратной связи тоже получала такие сообщения на самом деле она просто для новичка в кислотах для поддержания эффекта для тех кого чувствительная кожа но при этом кислоты тоже необходимы сывороткой факлар не каждой кожи будет комфортно абсолютно эту можно совершенно спокойно использовать ежедневно минимальный курс у нее примерно 30-40 дней до один курс обновления кожи не ждите что там через неделю что-то у вас там произойдет действительно такая хорошая ежедневная сыворотка с кислотами наносим ее на ночь не забываем утром наносить солнцезащитное средство естественно поэтому если вы искали что-то рабочее но достаточно щадящая кожа если вы не сталкивались еще с такими компонентами то можете обратить на нее свое внимание поэтому в целом она заслуживает такое свое место на полочке но не в моем случае у меня все-таки немножко другие интересы у меня нет как таковых воспалительных элементов а если есть я больше люблю обращаться к сыворотке факлар она до мощнее интенсивнее не для каждого но достаточно быстро работает но это тема отдельного все таки такого выпуска далее покажу вот практически полный флакон и вам пока может показаться что я не пользовалась ей на самом деле здесь все намного проще это лифтактив супрем гиалуроновая сыворотка филлер сыворотка с высоким содержанием именно полтора процента достаточно много для косметического продукта гиалуроновой кислоты но это мой второй флакон в жизни по-моему я вам зимой как раз таки снимала на ютубе выпуске с этой сывороткой как я и пользовался закончила полный флакон поэтому для данного обзора и вообще для обзора этих сывороток я ее не тестировала потому что не имеет ни никакого смысла это делать так как я уже знаю все свои впечатления о ней это густая гелевая текстура которую можно наносить даже на контур глаз у нее есть офтальмологический контроль есть небольшое количество витамина c и в целом это сыворотка для того чтобы дополнить ваш увлажняющий уход дополнить ваш крем допустим нанести перед кремом чтобы увлажнение было еще более интенсивным для кожи склонной к обезвоженности для кожи склонной такой имеющие уже возрастные изменения в целом абсолютно для всех кому нужно дополнительное увлажнение кожи я ее люблю если вы будете спрашивать меня допустим сыворотки с гиалуроновой кислотой она будет однозначно моих фаворитах и подборки с сыворотками увлажняющими как раз таки эти подборки содержит данный продукт у меня абсолютно прекрасно к нему отношусь еще когда он вышел в прошлом году я тестировала мне очень понравилось кстати с этой сыворотка есть отдельный выпуск на канале я его прикреплю ссылочка будет в подсказке где аналогичный крем который вышел еще в этой гамме вместе с сывороткой одновременно полный обзор этих двух продуктов поэтому подробнее будет в этом видео двигаясь по данной линейке из пяти сывороток мы приближаемся к красному флакончику одному из самых ярких так сказать в этой линейке это лифт актив специалист b3 serum это сыворотка которая направлена на коррекцию одновременно пигментации и морщин то есть если у вас уже кожа с возрастными изменениями и пигментации либо что-то одно либо только пигментация и вы хотите деликатно ежедневно корректировать данную проблему то есть не так что у вас выберется как-то мгновенно лицо нет а здесь во первых пять процентов не оценинами да и такая средняя концентрация к нему в помощь здесь треноксамовая кислота гликолевая кислота пептиды для коррекции морщин витамин c здесь интересно еще то что нет отдушек нет этанола для кого это важно я проговариваю по текстуре она водянистая быстро впитывается в целом не оставляет каких-то вот ощущений липкости или какого-то вообще нанесенного продукта на кожу или жирности ничего подобного максимально комфортное опять же сделано действительно таким образом чтобы подойти любому типу кожи вы совмещаете ее со своим базовым кремовым продуктом увлажняющим утром обязательно носите санскрин использовать ее можно утром и вечером но обязательно в компании солнцезащитным средством неважно несете вы ее только вечером утром у вас все равно должен быть солнцезащитный крем вообще в целом если вас беспокоит неровный тон лица вообще морщины пигментации и так далее не важно используете ли вы что-то для выведения этой пигментации у вас в первую очередь должна быть привычка использовать солнцезащиту абсолютно всегда пока вы ее не выработаете пытаться бороться с пигментацией нет никакого смысла она просто вернется обратно так вот ее удобно то что можно использовать круглогодично абсолютно она повторюсь деликатная не агрессивная кожи я ее использовала несколько месяцев подряд у меня нет как таковой пигментации но она очень хорошо выравнивает общий тон кожи я ее использовала практически все лето вот до начала осени и далее просто уже перешла на ретинол очень экономичная кстати говоря вообще в целом из-за вот этого формата капельниц витамин c просто объем умеет меньше я его достаточно обидно наносила на кожу но в целом все эти продукты очень экономичные по своему использованию то есть у меня пол флакона ушло за три наверное месяца три с половиной ежедневного применения то есть достаточно двух-трех капель и здесь объем 30 миллилитров год срок после вскрытия достаточно большой 12 месяцев у этой сыворотки поэтому это достаточно удобно кстати хотела показать вот в данной сыворотки у меня есть возможность показать как будет выглядеть продукт когда вы его получаете то есть это вот такая вот будет коробочка остальные продукты я просто в целом получила в рассылке я вам ее показывала на канале в очень красивой коробке и соответственно они не имели вот такой свой первоначальный вид вот такая вот собственно коробка здесь в ее открывается и у вас будет отдельно вот этот дозатор о котором я говорила и сам флакон и пока вы вот эту защитную крышку не вскройте отсчет времени после вскрытия не начнется соответственно пока она у меня вот в таком состоянии она будет годна до декабря двадцать четвертого года допустим моем случае поэтому как только вы снимаете вот эту защитную вы ее дальше не будете использовать надевайте вот эту вот пипетку и применяйте эту сыворотку в общем то вот в таком формате она приходит и далее немного меняет свое обличие в общем эту сыворотку я тоже отнесла бы к своим большим фаворитам так как я все-таки не обладаю проблемой морщины пигментации я закончу флакончик но скорее всего повторно открывать не буду хотя не уверена в целом для выравнивания тона лица она очень хорошо работает и она очень хорошо переносится моей кожей поэтому фаворитом все-таки наверное является и последняя сыворотка из этого выпуска одна из самых точнее единственная в этом наборе которая мне абсолютно не подходит по вообще моему состоянию кожи по моим потребностям это сыворотка из гаммы неоводиол я ее встряхиваю потому что она имеет такую двухфазную текстуру я буду делать здесь вставки с текстурой поближе флаконы так что вы все сможете рассмотреть она действительно из двух фаз у нее есть более такая питательная фаза данную зовем ее жирной фазой и более такая водянистая на солнце особенно потрясающе выглядит конечно завораживает гаммы неоводиол если кто не знает напомню это гамма для кожи в период менопаузы в при этом менопазуальный период собственно для того чтобы нормализовать процессы увлажнения отшелушивания в коже разгладить некоторые морщины рельеф тон и так далее вообще признаков на коже в этот период много различных кожа теряет упругость теряет черты такие овала лица и так далее и здесь в первую очередь много увлажняющих продуктов которые подбираются под определенную под определенный тип и период вообще в менопаузы до в наудиоле кстати обновилась все эти линейки я каком-то выпуске про новинки по моему зимним рассказывала про это сыворотка более такая универсальная вы выбираете кремовые продукты из этой гаммы сыворотку подключаете к любому из них собственно здесь на самом деле несколько направлений у нее есть и кислоты в составе то есть это гиалуроновая кислота для увлажнения кожи здесь витамины е и c здесь омега 69 здесь экстракт кассии которые вообще часто используются в целом у бренда виши в антивозрастных средствах и здесь есть не ацинамид здесь есть гликолевая кислота для выравнивания рельефа то есть здесь как бы такой полный комплекс здесь и воздействие на увлажнение питания кожи и антиоксиданты и выравнивать тон и рельеф кожи в общем полный спектр я ее попробовала несколько раз на коже лица просто чтобы ощутить вот эту текстуру посмотреть как она будет переноситься моей коже она переносит абсолютно спокойно так путает какая-то слегка увлажняющая сыворотка не могу сказать что на какая-то жирная липкая или она как-то агрессивно переносится нет совершенно абсолютно деликатные как я уже сказала здесь удалось в этих сыворотках сделать именно такой деликатный эффект то есть действительно люди даже с чувствительной кожей но чувствительно не равно раздраженные смогут воспользоваться единственное под вопросом витамин c я бы все-таки с 15 процентов не рекомендовала знакомиться с этим компонентом поэтому если вы никогда не пробовали витамин c имеет смысл начать допустим с крема или рашпазе витамин c где 5 процентов либо с их сыворотки где 10 процентов кстати есть отдельный выпуск про эту гамму если не видели обязательно посмотрите так что все остальные 4 действительно более такие деликатные подойдут даже чувствительной кожи надеюсь было полезно узнать немножко больше про каждую из них расскажите в комментариях чем заинтересовались я конечно особенно отмечу гиалуроновую сыворотку и сыворотку с витамином c витамин c обязательно буду приобретать когда все свои запасы с этим компонентом закончу поэтому обязательно подписывайтесь на youtube канал на telegram канал в инстаграме на мой блог с аптечной косметикой там очень много информации я там намного чаще на связи поэтому буду всех ждать и всех до новых встреч